Я долго не могла определиться, в каком формате ответить на ваш вопрос о том, как я ухаживаю за своим лицом. В конце концов, я решила снять эти видео в виде, так сказать, дружеской, непринужденной беседы. Как если бы вы ко мне пришли на чашечку чая. А чай — это не водка, залпом не пьется. Поэтому тем, кто смотрит такого рода контент из развлекательных соображений, вряд ли вам будет интересно. А кто интересуется этой темой из чисто практических соображений, те найдут для себя полезные и работающие методы, которые помогут замедлить признаки старения на лице. Ну и естественно, если вы решите не только посмотреть, а и начать их применять. Доброго всем дня и прекрасного настроения! Полагаю, эта тема больше заинтересует девочек. Меня неоднократно просили рассказать, как я ухаживаю за своим лицом. И я решила выпустить серию коротеньких видео, в которых раскрою все свои, так сказать, секретики. Их не так уж и много, но есть пару ключевых моментов. Какие-то из них являются критическими, а какие-то второстепенными. Эту тему я буду записывать в формате «один секретик», «одно видео». Это такой своего рода психологический трюк, который поможет вам запомнить, а в дальнейшем и применить намного больше информации, чем, скажем, одно 40-минутное видео. Ну и для удобства я создам отдельную папку. И если это единственная тема, которая вас заинтересовала на моем канале, вам будет легко найти последующее видео. Я понимаю, что хочется все и сразу. Но, дорогие девочки, если вы будете смотреть эти видео, потому что действительно поставили себе цель выглядеть лучше, моложе, свежее, чтобы муж оценил, чтобы знакомые друзья окунули, даже просто для собственного эго, то в этом случае я призываю вас не просто просматривать эти видео, а остановиться на минутку и проанализировать то, что вы только что увидели. Попробуйте обработать эту информацию еще и по-своему. Я уверена, вы откроете для себя новые горизонты. Но хочу вас предупредить. Ничего того, что вы еще не слышали в наш век интернета, я вам не скажу. Велосипед уже изобретен. О методах, которые действительно замедляют старение, говорят многие. Да, есть очень много и шелухи. И проблема состоит в том, чтобы из всего этого неиссякаемого потока все новых и новых открытий отобрать то, что действительно работает. Да и даже то, что работает, не всегда раскрывается доступно или подробно. Но еще и большинство из нас недостаточно наблюдательны. Поэтому многое проходит мимо ушей. Вот поэтому в этот раз я призываю вас отложить вязание, растопырить уши и включить центр приема и обработки информации. Я поделюсь с вами тем, что я выбрала для себя. И знаю по отзывам других, что это действительно работает. Итак, поехали. Начну с того, что интернет кишит различными экспертами. К коим я себя не отношу. Это важно понимать. Я не косметолог. И индустрия красоты для меня никогда не была приоритетом. Что, собственно, относит меня к большинству женской прослойки общества. Наши приоритеты – это дети, муж, готовка, стирка, уборка, работа и так далее. Мой интерес к сфере красоты всегда ограничивался двумя понятиями. Первое – это банальная необходимость повседневного макияжа. И второе – это минимальный уход за лицом. Более того, некоторые из моих методов, которые очень эффективно работают и помогают минимизировать количество морщин на моем лице, идут в разрез общепринятым понятиям в косметологии. Потому что некоторые из общепринятых понятий в косметологии идут, на мой взгляд, в разрез обычной человеческой логики. Вот с этого, пожалуй, я и начну. С того, что я не делаю. И правило номер один – я не растягиваю кожу на лице и шее. Сейчас вы поднимите бровки и будете мне возражать, что в косметологии это тоже правило номер один. Ну, это как посмотреть. Например, существует огромное количество средств для снятия макияжа. Всякие там лосьоны, молочко, кремы. Мы систематически, а многие из нас даже ежедневно, растягиваем самую нежнейшую кожу на лице и шее. Просто мы никогда не задумываемся, как мы снимаем макияж. А вот теперь включаем логическое мышление. Ребята, что выдает наш возраст, когда мы входим в эпоху золотых лет? Это сморщенная кожа на коленках, локтях, шее. Задумайтесь. Это как раз те места, на которых кожа постоянно растягивалась на протяжении многих лет. И за дня в день в течение почти круглых суток. Даже тогда, когда мы спим, наши коленки и локти согнуты. Кожа растянута. Правильно? И хотя с возрастом теряется эластичность кожи всего тела, вы не можете не согласиться со мной, что именно эти участки выделяются особенно. Вот именно поэтому много лет назад я определила для себя два момента. Первый. Я наношу макияж только в те дни, когда в этом есть необходимость. Если мне нужна работа, по делам, жду гостей и так далее. Когда у меня нет связи с внешним миром, в те дни я, во-первых, даю коже дышать, а не быть под маской пудры или тонального крема, для кожи эти дни, как для нас, выходной, а не рабочий. И если нет необходимости, я стараюсь кожу лишний раз не терроризировать. И таких выходных за год накапливается приличное количество. А во-вторых, такие дни я использую для некоторых своих, так сказать, секретиков. Не пугайтесь, все намного проще, чем вы думаете. Я не сижу перед зеркалом часами и не наношу всякие там 15 слоев различных увлажнителей. Это тоже, как оказалось, не мое. Но я покажу вам необходимый минимум, который приносит мне прекрасные результаты. Это понятно, что старость остановить невозможно. Но можно, используя некоторые хитрости, выглядеть моложе своих лет. Да, кто со мной еще не знаком, я говорила, что я 70-го года рождения и мне 53 года. Так вот, во-первых, как я уже сказала, я снизила интенсивность своей рутины. Накраситься-смыть, накраситься-смыть, накраситься-смыть. Вы удивитесь, какой, ну, правда, накопительный эффект имеет такое, казалось бы, незначительное правило. А во-вторых, лично мне никогда не был понятен такой зверский способ смывания косметики. Я понимаю, что прогресс на месте не стоит, но не все новшества приносят пользу. Иногда, когда мода проходит, мы возвращаемся к хорошо проверенному старому. Я не буду показывать, как снимается макияж тампоном или спонжем. Этот способ известен всем. А я покажу вам способ, который использую я, причем уже очень много лет. Ну, практически вот ровно столько, сколько крашусь. Ваша же задача сравнить разницу степени агрессивности контакта с кожей в моем способе и в общепринятом, ну, когда косметика смывается тампоном и средством для снятия макияжа. Так как душу у меня не было возможности комментировать, то я сделаю это за кадром. Итак, в чем здесь фишка? Это наиболее щадящий способ снятия макияжа. Лучшего, чем этот, я не знаю. Мои пальцы, соприкасаясь с кожей, создают трение, скольжение с минимальным сопротивлением. Вместо того, чтобы тянуть кожу, мы по ней просто скользим. Еще и мыльная пена создает своего рода подушку. Если я смываю косметику, я умываюсь всегда два раза. Первый раз, чтобы очистить лицо, а что я делаю во второй раз, об этом я сниму отдельное видео, чтобы поподробнее раскрыть эту тему. А теперь посчитайте, сколько раз за год мы это делаем. А за три года? А за пять? А за десять лет? Так вот, когда кожа молодая и эластичная, многие думают, что это не так уж и принципиально. Ну, последствия настигают нас позже. Растянутая шея и кожа вокруг глаз вдруг в один прекрасный день на нас начинают смотреть с каждого зеркала. Молодые меня сейчас не поймут. Для них это время еще не настало. Девочки, мы постоянно растягиваем самую тонкую кожу на лице. Ну, это ж только слепой не увидит. Ну, ей-богу, перестаньте это делать. Там, где можно, замените агрессивный контакт с кожей на более щадящий. Только одно это уже само по себе в будущем принесет вам отличные результаты. Меняйте свои привычки сейчас. Начинайте с сегодняшнего дня. Вот вам мой первый секретик. Ну, и на этом я, пожалуй, прервусь. А вы остановитесь на секундочку, задумайтесь и сделайте вывод сейчас, пока кожа еще не растянута, пока она еще эластична. И в более зрелом возрасте у вас будет намного меньше морщин под глазами, не такие растянутые веки. И навстречу выпускников не нужно будет одевать гольф с высокой горловиной. Ну, а в следующем видео я покажу вам свою небольшую хитрость, что я делаю после снятия макияжа. Далеко не расходитесь. Спасибо за просмотр.